Типа, если вы стоите вот так вот, просто стоите, прикладывается всегда в плече. Вот когда касается упасть вниз, прикладывается всегда в плече. Я видел ситуацию на стройболе, когда чувак бежал-бежал, решил тактикульно упасть, упал на колени, воткнул автомат в ствол и зубами прилетел в приклад. На этом его игра закончилась. Вот. И в армии я посмотрел по видосам с Первого канала, лучше примерно таким же падением. Результативно. Итак, если вы стоите, у вас нет инерции. Самое простое и быстрое, это просто ручка под себя и вы уже легли. Вставать тоже. Вы уже встали. Пробуем. Не, не, ну чё это, чё это, не, это хуйня какая-то была вообще, вы чё. Встаем. Вы обязательно сломаете себе руку, если будете ложиться вот так. Вставайте. Я видел какое-то видео, да нет, донские, по-моему, казаки тренировались, и они тренировались двойками отступать. Не, Морти, это было не то. И так, у него была ситуация какая. Вот чувак должен отходить, он там встает вот так, бежит, а потом он, короче, вот так разворачивается, и всем своим весом, а он крепкий мужик достаточно, ебается на руку. И в этой ситуации у него рука выкибается в другую сторону почти, блядь, на 90. Я знаю, он ее не сломал, но он лег потом нормально. Но не надо падать на руки. Помимо того, что какие-то травмы могут быть, вот могут быть у вас больные плечи и рука вылетать просто из сустава. Этого не надо. Очень глупо будет попасть на войну и получить травму, потому что вы не умеете падать, а не от пули. Это вообще какая-то херня. А вы бите плечо из сустава, на этом как бы все. Вы ничего не сможете носить, вы бесполезны и обузы. Итак, вы сначала садитесь, вот и все, у вас нет инерции падения. Руку под себя и ноги выкидываете. И уже упавшись, вы уже опять садитесь вперед. И назад так же, приклад уходит в плечо. И оп! На этой руке вы вымеляетесь. Не полчаса вот так вот делаете, а вот локтем и рукой выталкиваете себя. Я 107 килограмм вешаю, я же легко это делаю. И снаряги это делаю. Даже если вы тут будете садиться, у вас здесь вот будет рывок. И субуршание ног. Этого не должно быть. Это применимо не только здесь, но реально применяло только в таких ситуациях. Потому что я вот целился, увидел чуваков, они меня не увидели. Очень частая ситуация. Меня надо залечь. Я начинаю ложиться аккуратно. Я сейчас медленно сажусь на колено. Ставлю локоть. Я продолжаю их сцелиться. В любой момент, если вдруг они меня заметят, я их въебу. Ставлю локоть. Медленно поднимаю. Медленно опускаю ногу. Вторую. Я занял позицию лежа. Вставать так же можно тихо и медленно. Съебывать мне надо. Я сначала подожжал одну ножку, потом другую. Приподнялся. В любой момент я могу опять упасть назад, вниз, вперед. Встал. И ушел. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.